Давно это было. Пришел я в одну компанию и угощение с собой принес. Рядом со мной посадили настоящего раввина. И в конце концов раввин не выдержал. Говорит, ну, угостите меня, что вы там с собой принесли? Я говорю, так ведь не подобает вам батюшка, в смысле ребе. Он говорит, так ведь без мяса все. Я говорю, да, без мяса. Ну и давай. Хотите узнать, каким блюдом я соблазнил раввина? Тогда берите 1 кг просеянной муки, 1 чайную ложечку соли, 50 мл масла и 500 мл горячей воды 70С. Дорогие друзья, вот в этом углу есть подсказки. Здесь есть подсказка на лагман, на манты, на чебуреки и даже на беляши. И каждый раз вымесить тесто, сделать много другой кухонной работы, не помогает планетарный миксер KitchenAid. Посмотрите, какое отличное тесто для самсы у нас получилось. Да-да, сегодня мы с вами будем готовить именно самсу. Я не буду называть ее постной. Давайте я лучше назову ее самсой без мяса. Когда вы думаете, что бы приготовить без мяса и без курицы, то индийская кулинария, это целый каландай их рецептов. И сегодня мы с вами будем готовить самсу именно по индийским мотивам. Назовите ее самоса или самбуса, как вам больше понравится. Овощи, зелень, витамины, все это замечательно. Но человеческому организму для нормального функционирования необходим белок. Белок в Индии предпочитают получать из гороха нут, из чечевицы, из маша, из других бобовых. Я сегодня выбрал нут и чечевицу «Националь». Но этими замечательными продуктами мы займемся несколько позже. А в индийской кухне все начинается с лука и чеснока. Весь лук опускаем в глубокий сотейник. К луку добавляем масло и немного воды. Включаем нагрев и пусть жарится. А сами пока займемся чесноком, имбирем и перцем. Имбирь сначала нарежем тоненькими ломтиками, а затем покрошим, насколько возможно. Очень люблю запах свежего имбиря, но запах свежего зелененького перца люблю не меньше. Теперь сюда надо добавить немного соли, я думаю, примерно с 1 чайную ложку, и растереть в однородную пасту. Не забывайте про лук. Чтобы лук на первых порах пропарился и прогрелся как следует, можно накрыть сотейник, пусть постоит под крышкой. Пожариться он всегда успеет. Открыл крышку 2 минуты, и он готов. Ну, полюбуйтесь, разве не красота? Нет, вы еще не знаете, что такое настоящая красота. Сейчас сюда надо добавить 0,5 чайной ложечки куркумы, ровно для красоты, 0,5 чайной ложечки красного острого перца чили, 0,5 чайной ложечки черного перца. В стандартную смесь приправ карри все это уже входит, но я специально добавляю немного еще, чтобы придать моему карри некоторую индивидуальность. И вот еще одна особая индийская смесь приправ, которая называется гарам масала, горячая смесь. Все как следует перемешать. И если получилось слишком густо, значит, надо добавить воды. Ну, лук, специи, это все хорошо, но самсе, самосе, самбусе надо, чтобы было чего поесть. Вот, например, картошечка. Подварили до полуготовности, а теперь порежем ее мелкими кубиками. Еще стручковую фасоль хорошо бы добавить. Знаете, ну, вроде бы бобовые, да там бобы-то еще мелкие, незрелые. Так что рассматривать ее практически как некую разновидность зелени. Горох надо замочить заранее и отварить быстрее всего в скороварке. А вот чечевицу в националь достаточно отварить минут 5 или 10. Возьмите перцы разноцветные по одному. А вы представляете себе, каково это будет на вкус? Здесь очень много сладкого. Горох, чечевица, болгарский перец, зеленая фасоль, все это несет какие-то сладковатые нотки. Необходимо добавить чего-нибудь кисленького, например, помидоры. Остались сущие мелочи, цукини, баклажан, красный перчик. Послушайте меня, мои дорогие. Не обязательно все повторять в точности, как у меня. Вот такие блюда можно готовить из того, что есть. И специи можно взять такие, какие есть. Зелененького, свежего лучка тоже будет хорошо. Кинза и базилик. Ох, и аромат будет у нашей самсы. Баклажан я специально оставил на самый конец для того, чтобы он не потемнел. Посмотрите, как лук пожарился. Вот этот лук даст столько вкуса и аромата, сколько все эти овощи не дадут. Специи обязательно надо обжарить, но имейте в виду, что чем дольше вы их жарите, тем больше аромата они теряют. Ну и все, готов наш фарш. Осталось все только перемешать, посолить. Начинка готова, и тесто тоже стало очень мягким, податливым для раскатывания. Хотя раскатывать я все равно его буду на машинке. Раскатанные полоски теста надо щедро смазать маслом. Укладываем ложку фарша равнобедренным треугольником. Раз подворот, два подворот, три. И прекрасная самса. Вот это тесто сюда натянем. Нижнюю ее сторону сразу же смажем маслом, укладываем на противень. Ну, а первый-то противень уже готов, можно нести, выпекать. Осталось только посыпать кунжутом и не елой, то, что называют по-русски чернушка, по-узбекски, по-таджиски, седона. Словом, вот такие черненькие семечки с особым вкусным ароматом. Разве это не красота? Печь разогрета. Будем вставить. Я выставил температуру 210С, а готовность мы будем наблюдать. Полюбуйтесь, разве не красавица самса? Только посмотрите, какие получились. Самса по мотивам узбекским, марокканским, индийским, слоеная. Можно сказать, что постная. Ну, давайте лучше просто скажем временно, без мяса. Между прочим, конкурс националь продолжается. Снимите, как вы приготовили это же блюдо с нутом и чечевицей националь. Поместите ссылку вот здесь, прямо под этим роликом. Кстати, в комментариях под этим роликом найдете имя победителя предыдущего этапа. Ну, а сейчас скажите мне, пожалуйста, попробовать? Вам хотелось бы, чтобы я попробовал? Я тоже хочу, я попробую. Посмотрите, тарелка какая. Ох, красота, разламываем. Ох, хрустящая, слоеная-прислоеная. Смотрите, какая начинка. Сейчас. Люблю, обожаю. И хочется поднять, ребята, тост за здоровье. Вот выжимайте сок из азербайджанских гранатов, и это будет по-настоящему на здоровье. Спасибо. Академия